Часто мои клиенты задают вопрос, а какую сумму мне одобрят. Давайте разберемся, что же влияет на сумму одобрения по ипотеке. Доход. Ежемесячный платеж не должен превышать 40% от общего дохода семьи. Кредитные нагрузки. Потребительские кредиты, кредитные карты, даже если клиентами не пользуются, но они активны, некоторые банки могут учитывать 10% от лимита. Состав семьи. Некоторые банки учитывают иждивенцев при расчете платежеспособности клиента. Суммы первоначального взноса. Возраст заемщика. Ипотеку можно оформить, начиная с 18 лет до 85 лет, на момент окончания выплат по кредиту. Наличие других финансовых обязательств. Например, выплаты по алиментам, расходы на аренду квартиры. Также банки обращают внимание на кредитную историю клиента, наличие неоплаченных штрафов, налогов, наличие судимости и т.д. У ипотечных брокеров Владис есть лайфхаки по увеличению суммы кредита и экономии на переплате. Мы всегда готовы проконсультировать вас, рассчитать ориентировочную сумму одобрения, учитывая все нюансы и подобрать самую выгодную ипотечную программу. Этот выпуск был создан по материалам Дзен-канала Риэлтерские технологии. Ссылка в описании ролика. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Продолжение следует... Продолжение следует...